Всем привет, мои хорошие! С вами Михейва Мария, и добро пожаловать на мой канал о творчестве и скрабукинге. Сегодня я хочу вам представить видео, которое готовила достаточно давно. Видео о том, как купить классные, недорогие, либо очень раритетные материалы, и где это все можно взять. Если вам интересно такое видео, то продолжайте смотреть. Вы знаете, что я любитель скраб-покупок. Покупки и всякие новинки меня очень сильно вдохновляют. Когда я получаю новые материалы, у меня просто руки чешутся начать что-нибудь из них делать. И да, я знаю, что терапии и покупками подходят не всем. Не у всех есть возможности вкладываться в скраб столько, сколько вкладываю из него я. Потому что для меня сейчас скраб становится основной деятельностью. Я заканчиваю все проекты, которые у меня были помимо скраба, и хочу заниматься исключительно этим. У меня есть очень интересная идея, как это развить. Но все мы хотим вдохновляться и хотим творить из классных материалов. Поэтому я вам сегодня хочу раскрыть одно место, где можно приобрести классные материалы, если знать в принципе, как это делать. Это место называется скрабукинг-варахолка. Это группа ВКонтакте, которая объединяет в себе мастеров, которые купили разные материалы и не нашли им применения. И хотят их продать другим мастерам, чтобы они нашли применение для них. Я считаю, что это очень классная концепция, потому что, когда я совершаю какие-то покупки, я не всегда подхожу к этому обдуманно. В последнее время я стараюсь делать именно так. И когда я что-то покупаю, я сразу прописываю себе проекты, которые хочу сделать из этих материалов. Но не всегда получается сделать именно так. Иногда я просто кладу в корзину то, что мне нравится под влиянием момента. Но когда я это получаю, я понимаю, что это не мой стиль, не очень подходит к материалам другим. И поэтому такие материалы хранятся очень долгое время. Вы до них так и не доходите. У меня в самой есть много таких материалов. И рано или поздно думаете, что же с ними сделать. Потому что не хочется, чтобы материалы лежали без дела. При этом хочется купить что-то еще. И скрабукин-барахолка идеальное место для того, чтобы старые материалы продать, а новые материалы купить. Поэтому сегодня я вам покажу, что купила я. И расскажу несколько советов, как покупки совершать. Потому что, к сожалению, в скрабукин-барахолке также есть мошенники, которые хотят получить только ваши деньги, ничего вам при этом не отправляя. Я пока что умудрялась на таких не попасться, потому что я очень тщательно подхожу к выбору продавцов, у которых я что-то покупаю. Во-первых, что нужно знать про скрабукин-барахолку? Там можно оставлять объявление о продаже, либо поиске материалов на стене, а можно арендовать полочку. Полочка — это отдельный альбом, где вы выставляете фотографии тех материалов, которые хотите продать. И все, у кого есть полочка, они проходят аккредитацию у администраторов группы. То есть это действительно реальные люди, которые действительно реально совершают продажи, и это не мошенники. Поэтому первый способ, как не нарваться на мошенников, это покупать с полочки. Второе, как не нарваться на мошенников, это проверить, нет ли человека, у которого вы хотите что-то купить, уже в черном списке тех, кто не отправляет свои покупки клиентам. Этот список можно также найти в группе, я вам оставлю ссылку на него. Все люди, которые попадают в этот список, лично у меня, они заблокированы. То есть я проверяю этот список периодически и ставлю в блог этих людей, чтобы ни они не могли мне написать, ни я не могла им написать, в случае, если мне что-то понравится в их объявлениях. В основном такие мошеннические действия происходят именно в больших покупках, когда покупают машинки для тиснения, вырубки, плоттеры, еще такие достаточно существенные покупки. Таких больших покупок на марахолке я пока что не делала. Всего я сделала около 7 или 8 заказов, которые вам покажу сегодня в видео, и все они мне доставились, все получила я. И это действительно были те материалы, которые люди продавали. Также вы можете не только написать человеку, что вы хотите тот или иной материал, но и попросить сделать дополнительные фотографии, что вполне логично, вы же не знаете, у кого вы покупаете. И дополнительные фотографии могут дать вам, во-первых, понимание, насколько хорошо сохранились материалы, потому что в основном материалы продаются поддержанные, это не новые материалы, но материалы, которые вы, например, хотите. Потому что барахолка это то место, где можно купить раритетные материалы. Таких материалов я купила несколько, вам сегодня их также обязательно покажу. И у некоторых девочек я просила дополнительные фотографии, нет ничего такого, и если это действительно честный портовет, то он вам обязательно фотографии предоставит, по крайней мере, мне фотографии предоставили, без всяких вопросов. И если вам отказываются такие фотографии предоставить, то подумайте, стоит ли совершать данную покупку, потому что, возможно, это и правда мошенники. Еще один момент, который хотела уточнить, это покупка из закрытых страниц. Одну покупку я совершила специально в целях видео с закрытой страницы. Ну, во-первых, мне очень понравились материалы, которые продавали, но я посмотрела, что страница закрыта, и я не могу посмотреть, есть ли у человека другие какие-то материалы в продаже. А очень часто те, кто что-то продают на барахолке, продают это у себя на страничке ВКонтакте, и более-менее понятно, что человек действительно занимается крабукингом, и у него действительно есть эти материалы, и он действительно их продает. С закрытыми же страницами достаточно проблематично понять, что это за человек, поэтому я решила провести дополнительную проверку самостоятельно девочке, у которой покупала закрытые страницы. Я скопировала ее ник, вставила в гугл, и мне выдалось то, что она достаточно часто пишет на стене в скрабукинг-барахолке, она и сама покупает и продает. Я поняла, что человек, скорее всего, просто регулярно это делает, но не хочет, чтобы другие люди знали его личной жизни, что вполне нормально. Но будьте осторожны, обязательно проверьте продавца, просите дополнительные фотографии, возможно, еще как-то пообщайтесь. Обычно, если это страница мошенников, то они вас торопят совершать быстрее-быстрее-быстрее покупку, чтобы вы не успели сообразить, что это может быть мошенники. Насчет одной девочки у меня были сомнения, действительно ли она мне что-то отправит, поэтому я не спешила ей оплачивать. Я постепенно с ней общалась, что-то узнавала, и только через два дня я сделала оплату. И если вас что-то смущает, то немного придержитесь сделку и немного пообщайтесь, узнаете больше про товар, больше про цену. Думаю, что на этом моменте вы поняли, как не нарваться на непорядочных продавцов. Я, конечно, удивлена, что в такой доброй и дружелюбной атмосфере творчества, как Скоробухин, находятся люди, которые хотят на этом нажиться. Но, видимо, мошенники есть вообще во всех сферах работы, поэтому не переживайте и просто будьте внимательны и аккуратны. А какие крутые сокровища вы можете найти на барахолке, какие крутые сокровища нашла я, сейчас вам покажу. И еще маленький дисклеймер, барахолка — отличное место, чтобы купить вырубку, потому что в магазинах вырубка стоит очень завышенная, как по мне. А, например, машинки для вырубки у меня до сих пор нет, и я прекрасно без нее обхожусь. Конечно, хотела бы ее, но пока она мне не столь нужна, потому что на барахолке я могу найти классную вырубку по очень приятным ценам. И приступим к распаковке. Распаковку буду снимать двумя частями, потому что сейчас получила три посылки и еще три мне впереди. Практически все, что здесь есть, это не посылки, это письма или бандероли. Я смогла договориться с девочками, чтобы они отправили так, но так отправляют не все, потому что не во всех отделениях так принимают. Я, например, всегда говорю, что отправляю открытки, либо блокноты, либо еще что-то, просто там красивый декор. Могу еще показать какую-нибудь красивую фотографию на телефоне, но там внутри могут быть и материалы. И здесь у меня тоже все, бандероли и письма. Я их буду показывать с обратной стороны, потому что на передней стороне мой адрес. И начнем с Вани это все открывать. Они у меня сейчас чуть-чуть влажные, потому что все, что мне сейчас приходит, я обрабатываю. Приступим же к тому, что откроем, посмотрим, что заказала я. Каждую покупку я прокомментирую. Тут, насколько я знаю, у меня вырубка. Я, если честно, не помню, как выглядела фотография того, что я заказывала. Я вам сейчас эту фотографию оставлю на экране и покажу, что у меня здесь. Вырубку в данной группе продают гораздо по более приятным ценам, чем магазин. В магазине она стоит просто очень-очень нездоровую цену. А вот девочек, когда заказываешь вырубку, то получается очень приятно. Столько листиков. Этот набор я, кстати, заказала, потому что здесь было очень-очень много листиков. У меня впереди будет еще один набор с вырубкой. Там больше салфеточек и других каких-то вырубок. А вот здесь в основном листики. Очень классные. Откроет какой-нибудь конвертик? Давайте вот этот конвертик откроем. Посмотрим, что здесь. Бумага плотненькая. Не знаю, куда такие штучки буду использовать, но листики точно везде буду использовать. Особенно вот такие маленькие. Они, ну, очень классные. Это мне, кстати, по-моему, положили в подарок. Мне спросили, нужны ли мне остатки обрезки. Я сказала, что мне нужны всякие-всякие листики. И вот еще сколько мне листиков всяких положили в подарок. Я заказала трафареты Тима Хольца. Эти трафареты продавались новыми. Их еще даже не открывали. По этим трафаретам точно помню, что покупала за 350 рублей за штуку. Несмотря на то, что у меня нет сейчас текстурных паз, трафареты буду использовать с красками. Обязательно вам покажу, как это выглядит. Такие красивые. Стоят они немного дешевле, чем официально магазины. Например, в магазинах они стоят в районе 450 рублей. Несмотря на то, что цена не такая уж низкая, я все равно очень довольна, потому что все абсолютно новое и очень-очень классное. Здесь у меня бумага. Кстати, бумагу почтой можно отправлять письмами и бандеролями абсолютно спокойно. Стоило это абсолютно небюджетно. Ну да ладно. Начну с вот такой кальки. Калька с зайчиком и купила ее как раз-таки к основной покупке, к бумаге. Эта бумага, думаю, вы догадались какая. Здесь одна четвертая набора, по-моему, покупала за 550 рублей. И я бы ее купила на самом деле и дороже, потому что я не могу найти больше ни в одном магазине, чтобы ее продавали. Она такая классная. Посмотрите только на это. Ааа, какие чудесные. Жалко, что без обложки, потому что на обложке есть вырезалочки, но все же. Об этой бумаге я мечтала очень-очень долго. Она, кстати, не такая плотная, как, например, примовская бумага. У меня еще бумаги от того производителя не было. Но вот эти оленятки ради них, собственно говоря, я это все и заказала. Какая красота. Пока еще не имею понятия, что буду с ней делать, но увидела, что продают, поняла, что мне надо. И такой маленький совет. Если вы увидели, что это действительно классно, и вы знаете, что вам это надо, потому что я об этом наборе бумаги мечтала долго. Если это стоит не так дорого, как обычно. Например, у меня в пути есть еще набор бумаги декора, который стоил вообще недешево. И он ждал своего часа два месяца. Два месяца назад я начала переговоры, его только сейчас купила. Но вот такой набор бумаги за 500 рублей купят моментально. Поэтому, если вы видите, что это такое, пишите сразу же, чтобы купить первым. Я написала, кстати, сразу же практически после того, как выложили объявление. И ухватила эту красоту себе. Мне кажется, у меня тут журка не поднимется ничего из этой бумаги сделать. Такая она красивая. А можно наоборот поднимется, потому что она такая красивая. Возможно, часть я использую как подложки. Откуда-то вырежу рисуночки. Особенно вот этих вот оленяток чудесных. Ну, в общем, такой наборчик мне обошелся недешево. Но это как раз-таки из разряда раритетных. Потому что такого в магазине уже не найти. Такая у меня вышла первая часть. Бумага. Калька. Кальку, кстати, купила в добавлении к этому. Просто потому что она понравилась мне. Ну, и подумала, почему бы и нет. Она стоила не так дорого. Трафареты. И высечки. И с вами на этом моменте мы перенесемся в следующий день, когда мне придут еще три посылки. Там тоже есть кое-что раритетное. Невероятно крутое. И продолжим. Смотреть мои покупочки со скраб-барахолки. Это цветочки от Примы. Самое интересное с этими цветами было то, что у меня был сохранен этот набор цветов в тех цветах, которые я хочу приобрести. И когда я его покупала, я этого не заметила. И как-то не поняла, что я покупаю именно те цветы, которые хотела. Когда я уже их ждала, тогда я решила пролистать, какие цветы я хотела. И в итоге оказалось, что это у меня было в виш-листе. Я тогда очень сильно обрадовалась. Цветочки очень красивые. У них немножко большая серединка, конечно. Но я все равно такие цветы очень люблю. И мне положили еще два таких цветочка от Примы. Это очень-очень-очень старенькие цветочки. Я таких еще не застала. Но вроде выглядят интересно. И попробую куда-нибудь их применить. Далее купила еще вырубку. Здесь у меня очень много разных салфеточек. Кстати, сделаны из очень хорошей бумаги. Я вырубка идет в двух цветах. В таком очень-очень белом цвете. И в цвете айвори. Салфеточек здесь очень много. Здесь еще много разных листиков. Такие вот манекены смешные. Не знаю, куда я пока применю эти манекены. Потому что брала я ради салфеточек и листиков. Здесь еще вот такие фонарики. На самом деле очень много всего. Прям действительно огромный набор получился. Я это все обязательно за кадром разберу. Положу по пакетикам, чтобы у меня все аккуратно лежало. И ждало своей очереди, когда я это все буду использовать. Покупка, которую, наверное, хотели посмотреть практически все. Потому что я немножко анонсировала это в своем инстаграм. Если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Там я также называюсь Flamingo Craft. Перейдем же к этому набору материалов. Это, конечно, просто история. С продавцом мы не сошлись по цене, потому что я хотела скидку. Продавалось все наборами. Отдельный набор для девочки, отдельный набор для мальчика. Я, на самом деле, изначально хотела только две вот эти упаковки с материалами. Все остальное я, братья, изначально не планировала. Но подумала, что раз все продают вместе, то возьму все вместе. Однако, несколько месяцев мы никак не могли договориться. И потом Дима сказал, что оплатит мне часть материалов. Поэтому мы договорились о цене. И теперь моя мечта осуществилась, потому что это просто сокровище для скрайперов. Особенно для тех, кто начинал так рано, как я. Эти материалы раньше можно было купить в магазинах. Однако их раскупили очень-очень быстро. Я безумно мечтала об этих дотсах. Сейчас вам все покажу. Наверное, буду показывать не по коллекциям, а по материалам. Первое. Это дотсы. На самом деле, вот эта эмаль немножко потемнела со временем. Это понятно, потому что этой коллекции очень много лет. Но меня это никак не смущает. По-моему, все равно выглядит очень круто. А дотсы это просто набор идеальных цветов дотс, которые подойдут для любого случая, для любой работы. Все идет в разных оттенках. Это самый лучший набор дотс, который я видела. Но я не уверена, что я когда-нибудь решусь вообще их использовать, потому что мне их так жалко, они такие красивые. Но, наверное, все-таки пересили себя и буду добавлять это тоже в работы, потому что очень-очень красиво. Далее. Такой же набор для мальчика. И здесь тоже дотсы в разных-разных оттенках. Разумеется, в более мальчишеских. Тоже немного видно, что потемнела эмаль, но по-прежнему меня это никак не смущает. Наклейки для девочек идут полные, а для мальчика там не хватает одного элемента, но для меня это тоже не сильно существенно. Наклейки очень плотные, кстати. Разворачиваются вот так. Их в два раза больше, чем кажется изначально. Покажу вам их поближе. Всего 269 наклей, кстати, здесь. Мне очень нравится, что здесь есть такие штучки по месяцам. Это можно будет отлично использовать в альбоме. Красивые рамочки, стрелочки. Здесь, кстати, есть золотое фольгирование. Люблю разные надписи, это просто идеально. И на самом деле, возможно, эту надпись я использую в альбомчике, который сейчас делаю. В этом альбомчике вместо надписи Baby Joy, возможно, я какую-нибудь надпись возьму отсюда, потому что они хорошо по цвету подходят. С этой стороны тоже есть красивые наклейки. И самое интересное, это вот такой алфавит. С помощью него можно делать интересные слова, надписи. Просто замечательные наклейки. Такие же наклейки для мальчика, но здесь не хватает одного элемента. Вот здесь, очевидно, была какая-то полосочка, и ее не хватает. Наверное, здесь было что-то вроде такого же. По-прежнему здесь очень много интересных элементов. Тоже алфавит и тоже фольгированный. Красивые надписи. Много-много-много класснейших наклеечек. И перейдем к чеборду. Я знаю, что очень многие девочки любят эти чеборды. И я сама планирую с ними много чего сделать. Чеборды очень классные, они липкие, поэтому доставать я их все не буду. В наборах для мальчика и для девочки есть чеборды повторяющиеся. Например, вот эти два. У них также есть отличительные чеборды, которых нет в других наборах. Посмотрим этот. Здесь не хватает мишки, надписи, ростометры и звездочки. Конечно, я бы хотела вот этого мишку, но мишку у меня есть только один на наклейках. Ну да ладно, мне еще, кстати, вот этот жирафик нравится. Но в чеборде жирафика нет, есть только в наклейке. И чебор для девочки. Это не просто оттеснение, это прям золотой глиттер. Он на ощупь шуршавенький, очень интересно. Кстати, для мальчика чебор тоже с золотым глиттером. Очень круто выглядит. Как я давно мечтала об этих коллекциях. И здесь еще есть бумажка, которая меня, честно, чуть-чуть разочаровала, потому что листы немного волнистые, очевидно, и когда-то намочили. Мне про это, разумеется, не сказали. Но когда мы покупаем материалы с рук, всегда есть какой-то риск, что что-то с ними может быть не то. Однако я была бы рада, если бы меня предупредили. И я теперь рада, что наставила на скидке, потому что я купила это все на 500 рублей дешевле, чем изначально просили. Здесь бумага для девочки и для мальчика. Сейчас вам все и быстро покажу. Вот здесь по бумаге видно, что она была влажной и высохла, немного потеряв свою форму, но думаю, придумаю, что с этим сделать. И дальше листики для мальчика. Здесь тоже видно, что листики пострадали. Здесь прям они сильнее всего пострадали. Последняя посылка — это небольшой эксперимент. Я на самом деле очень хотела то, что купила, но немного боялась. Сейчас вам расскажу, почему. Обычно, когда я что-то покупаю на барахолке, я стараюсь проверить продавца, посмотреть профиль, что человек делает, работает ли он вообще со скрапом. Эта девочка, которая продавала данный товар, у нее была закрытая страница. Часто это знак того, что это мошенническая страница, но я загуглила имя этой девочки. И Google показала, что она часто комментирует что-то в скраповой группе. Плюс я попросила прислать мне фотографии дополнительные. Она это все сделала, выслала. Я решила, что рискну. Потратила 310 рублей, подумала, что ничего страшного. И если это мошенники, то я рискну. Но проверю, можно ли заказывать из закрытых профилей. И мне пришло... Сейчас посмотрим, что пришло. Кстати, всю упаковку, которая мне приходит, я откладываю и затем заново ее использую по возможности. Еще одни материалы, которые весьма-весьма раритетны, это лампочки от Prima. У девочки был полный набор лампочек, но она готова была продать 3 лампочки из набора. Причем можно было выбрать любые надписи. Я была бы готова купить и полный набор за даже большую стоимость, потому что очень хотела эти лампочки. Но раз она продавала только 3, я решила, что возьму 3. Взяла лампочку Inspire. Believe и Enjoy. Закрытого аккаунта можно сделать заказ, причем вышлет именно то, что ты хотел, потому что я хотела именно эти лампочки. Мы с ней договаривались, какие лампочки она мне вышлет. И все высловно, как я просила. И мне пришли еще две посылочки. Заказано скраб барахолки. Здесь у меня лежат цветочки, и я хотела заказать еще подушечку, но подушечку в итоге я нашла, что она не такого цвета, как мне нужно. Поэтому маленький совет, если вы хотите заказывать подушечки либо какие-то другие изделия именно с цветом, поищите в интернете разные сводчи, и тогда вы сможете увидеть, какого цвета в реальности. Потому что на фотографии коробочка может выглядеть одного цвета, а в реальности это все выглядит иначе. Поэтому здесь у меня цветочки, и я попросила девочку отправить мне их не посылкой, а бандеролью. У нее это получилось. Для этого видео нужно просто все хорошо упаковать, так, чтобы это выглядело достаточно плоско. И когда сдаете это оператору, просто говорите, что там внутри открыточка или еще что-то. Но я обязательно сделаю отдельное полное видео о том, как отправлять посылки дешево, чтобы они вам обходились как письма или бандероли. Если вы ждете такое видео, обязательно пишите мне об этом внизу в комментариях. Обычно покупаю цветочки от Примы, но подумала, что пора уже что-то и другое найти. И увидела вот такие милейшие цветочки. Они немножко помялись, но это цветочки тканевые, поэтому я просто возьму отпариватель и их немножко отпарю. Я не знаю, что это за цветы, не знаю, что это за производитель, но они выглядят очень круто. Как я уже говорила, скраб барахолка – это место, где можно найти реально очень интересные материалы. В английском языке есть такая интересная пословица. Чей-то мусор – это чье-то сокровище. И получается, что это, конечно, не мусор, но материалы, которые не нужны одному мастеру, могут оказаться сокровищницей для другого. Какие крутые цветы! И это говорит человек, который раньше вообще не любил тканевые цветочки. И следующая посылка. Здесь, расскажу вам сразу, лежит Прима. Не так, чтобы сильно много, но очень классная Прима. Прима, которую уже не найти в магазинах. По крайней мере, цветы, которые у меня здесь есть в магазинах, уже не продаются. И я очень хотела. И девочка изначально продавала кое-что лотами, кое-что отдельно. И я ее очень просила мне продать одни цветы отдельно, не лотом. И учитывая то, что я купила у нее, в принципе, кроме этого, еще другие позиции, по-моему, вся эта посылка обошлась в районе 1700 рублей. И она мне пошла навстречу и продала цветочки без лота, а отдельно сейчас все увидите. Кстати, очень классно она упаковала в такой хороший картон. Картон также обязательно, конечно, использую. Цветочки оставлю на сладкой, потому что они очень-очень классные. А вам покажу бумажку. Это бумага из коллекции Pretty Pale. Мне эта коллекция тоже очень нравится, потому что она очень-очень нежненькая. Вы знаете, как я отношусь к нежным коллекциям. Здесь одна пятая набора. Это получается набор каждого дизайна по одному листику. Взяла такой формат А4. Он идет без фольгирования. И взяла формат 30х30, и он идет с фольгированием. Такой фольгирование, кстати, медное. Такого у меня еще в коллекции нет. Оно и не золотое, и не серебряное. Именно медное такое. Очень интересная и нежная коллекция, и она как раз-таки соответствует стилю, в котором я творю. Далее из этой же коллекции Pretty Pale я взяла такой набор. Здесь высечки и наклейки. У меня еще ни разу не было наклейок от Prima, так что мне очень интересно, как они выглядят. Люблю такие надписи. Их можно куда-нибудь использовать. Хорошенькие такие наклеечки. Высечек тоже очень много. Высечки раскрывать все не буду. Покажу вам на обратной стороне. Вот такой вот набор высечек. Здесь есть бабочка, что самое классное. Бабочки я обожаю. И здесь у меня две пары цветочков. Из коллекции Spring Farm, по-моему, называется. Весенняя ферма. Очень хотела я вот этот набор цветов. Я просто мечтала об этом наборчике. Просто шикарные цветочки. Обожаю именно эти цветочки коллекции Spring Farm. И вот эти цветочки меленькие открывать, наверное, не буду. Потому что они выпадают, конечно, сразу же. Это тоже цветочки из коллекции Spring Farm. Они маленькие. И такие цветы я использую абсолютно всегда. Это просто универсальные-универсальные. Хочу еще пару цветочков из разных коллекций купить. И тогда этих мелких цветочков хватит мне на очень-очень долгое время. Поэтому очень советую вам покупать маленькие цветочки. Как минимум один набор точно нужно. И это все мои покупки. Надеюсь, что вы вдохновились и вам понравилось. Я вам обязательно внизу оставлю ссылки на те объявления, по которым покупала я. Во-первых, это уже проверенные девочки. И они часто что-то выставляют. Во-вторых, у некоторых могут остаться другие позиции, которые мне также нравятся. А закончить сегодняшнее видео я хочу тем, что я также решила распродать огромное количество материалов. Потому что, вы знаете, что я переехала от мамы домой. Точнее, перевезла все материалы от мамы домой. И если у мамы у меня огромная квартира в 60 квадратных метров, наша квартира в два раза меньше. И поэтому материалов у меня здесь тоже помещается в два раза меньше. И половину своих материалов я точно решила распродать. Распродажи проходят в моей группе ВКонтакте. Я вам обязательно оставлю ссылку. Если вам что-то приглянулось, обязательно пишите мне ВКонтакте. Ставьте лайки этому видео, если вам понравилось. Надеюсь, что мои советы по покупкам материалов для вас будут полезны. И это сэкономит ваш бюджет. А во-вторых, вы сможете найти классные раритетные коллекции, о которых давно мечтали. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие видео. Я же вижу с вами очень скоро в следующем видео. Пока-пока!